Сеть спортивных магазинов «Спортмастер» представляет Бодибилдер или армрестлер? Кто среди тяжей всех быстрее? Два тяжеловеса – рукоборец и бодибилдер. Кто выиграет? С большей степени вероятности – рукоборец. Рукоборец и бодибилдер. Кто выиграет? Ох, я думаю, все-таки рукоборец. Так ли страшен кроссфит, как о нем говорит Сергей Бадюк? При аэробной нагрузке, если давать силовую, закисляется миокард. А если миокард закислился, то все, ребят, привет. И каким будет Александр Щукин на соревнованиях осенью? Хочу хорошенько набрать. И, в принципе, уже есть какая-то положительная динамика. Обо всем этом и не только вы узнаете из 29-го выпуска «Железных новостей». Тему для главной новости выпуска нам подкинула сеть спортивных магазинов «Спортмастер», предложив протестировать кроссовки для бега с оконья. А я у них спрашиваю, вы героев-то наших видели? Это такие здоровые, накачанные парни, килограмм по 100 каждый. Но спортмастеры меня уверены, что это настолько крутые и современные технологии, что в этих кроссовках даже наши герои будут бегать, как настоящие профессиональные левкоатлеты. Но раз уверяют, что супер-кроссовки, попробуем, почему бы и нет. Тем более все равно они потом, после съемок, не достанутся. А мы поедем искать героев на незапланированной кардио. Я думаю, это тоже будет не очень просто. В качестве теста мы решили провести забег на 3 километра. Но чтобы он получился по-настоящему интересным, нам нужно найти двух чемпионов весом за 100 килограммов каждый и желательно из двух разных видах спорта. С первым героем проблем не возникло. На участие в забеге сразу же согласился чемпион Питера по армрестлингу Александр Фадеев. В обычной жизни Александр – строитель и заботливый отец. Оба занимаются дзюдо, оба занимаются плаванием. Костик у меня на турниках, сейчас у него рекорд личной подтягивания 42 раза, что для 10 лет, я считаю, неплохо. У Леньки 20 раз. Плюс вас еще хочу пригласить зимой ко мне. Зимой мы всей семьей ездим на прорыв, покупаемся и дети, и жена, и я. Но вот уже 18 лет своей жизни наш герой безоговорочно предан армрестлингу. Ну, люблю я этот вид спорта. Не знаю почему, прикипел к нему 18 лет и не могу отстать. Все, борюсь, борюсь. Нравится? Просто нравится. У себя в поселке Анино, Ленинградской области, Александр переоборудовал под арм уже два тренажерных зала. Многое из хитрого железа, которое он с парнями использует в тренировках, сделано его руками. Хотя в любимом спорте у нашего героя получается не все. Так, прошедший сезон был для Александра не самым успешным. Ну, этот год провел я неудачно. Неудачно выступил на чемпионат России. Сейчас в планах отдыхаю, занимаюсь другими, плаванием, бегом, ездой на велосипеде. Делаю работу над ошибками, буду готовиться к будущим стартам. Но кто-то из великих чемпионов сказал, что успех – это всего 1% таланта и 99% труда. И Александр уверен, что со временем у него все получится. По крайней мере, терпение и трудолюбие ему не занимать. Чисто в технической борьбе борьба верхом получается лучше. А так, я считаю, что самая главная сильная моя черта – это упорство. То есть меня не обескураживают неудачи, только заводят на дальнейшую борьбу. Так что, я думаю, дальше будет все хорошо у меня. Но вот с поиском достойного соперника Александру возникли проблемы. Этот парень точно мне откажет, потому что Дмитрий Крылов всегда вписывается в самые невероятные авантюры. Дмитрий, только на тебя надежда. Слушай, нам нужен большой, здоровый парень, чтобы пробежать 3 километра. Героя для своей программы мы не смогли найти даже в богатом на таланты алмазе. Нам нужен бодибилдер-тяжеловес, чтобы пробежать 3 километра. У вас такие есть? Ну и 3 километра могут только проползти. И когда мы уже практически отчаялись найти претендента на этот забег среди бодибилдеров, свое согласие дал чемпион Санкт-Петербурга и финалист Кубка России Ильдар Кабиров. Он работает тренером в новой арене, представляет клуб «Спортлайн». Занимается под руководством Бориса Васильева с 2005 года. Ильдар Кабиров номер 160. В этом сезоне Ильдар заставил восторженно говорить о себе всех экспертов от бодибилдинга. Чего только стоит его победа над самим Валерием Живухиным. Но об этом на шумейшем противостоянии мы поговорим чуть позже. А пока мы столкнулись с новой проблемой. Придя в новую арену, где работает наш герой, мы с ужасом увидели, что Ильдар изрядно набрал вес и бегать ему теперь будет очень непросто. Тем интереснее становится наше сегодняшнее испытание и соревнование. А я напомню, сегодня у нас бегут теперь два чемпиона. Чемпион по армрестлингу и чемпион по бодибилдингу. Ты вообще бегаешь или это так, знаешь, риск ради нашей программы? Можно и так сказать. Да, я пошел на это. Как бы особо я не бегаю. На подготовке максимум степ. Перед началом испытания вручаем Ильдару для тестирования кроссовки с оконей. И с этой же целью отправляемся к нашему первому участнику. Александр, насколько я понимаю, ты с командой поддержки? Да, конечно. Мои дети тренируются вместе со мной. Готовым из них чемпионов. За батю будете переживать? Да. За батю будут переживать. Расскажи мне, почему именно здесь бегаешь? Пытался бегать в деревне, много собак мешают бегать. Они бегают быстрее тебя, да? Быстрее, они гораздо более агрессивны, чем я, когда бегут. Как часто бегаешь? Или бегаешь до нашей программы только? Не, я стараюсь бегать два раза в неделю, но зимой был перерывчик. Где-то в середине мая начал бегать заново. А зачем бегать? Лучше себя чувствую после этого. Перед началом забега Александр также получает кроссовки с оконей от спортмастера. Теперь наши герои полностью готовы к битве. Итак, на беговой дорожке клуба «Новая арена» будет бежать 125-килограммовый чемпион Питера по бодибилдингу Ильдар Кабиров. В приседе Ильдар без труда справляется с весом в 200 килограммов на 10 раз. В жиме делает 185 на 5. На проселочной дороге недалеко от деревушки Аннина ему будет противостоять 105-килограммовый чемпион Питера по арму Александр Фадеев. Его силовые показатели таковы – сотня на 26 раз в жиме и 84 килограмма на предплечье одной рукой. Оба героя достойны победы, но победителем станет лишь один. Но хватит разговоров, пришло время дать команду старт. Стартовали оба наших героя очень уверенно. Похоже, наши опасения относительно огромных габаритов Ильдара преждевременны. И он реально готов побороться за победу. В процессе пробежки Ильдар даже вспомнил, что не так давно бегал по парку перед чемпионатом Питера, чтобы войти в категорию. Часто опытные сценаристы, чтобы добавить интриги и показать истинный характер героев, рекомендуют в самый важный момент предложить одному из них шанс вырвать победу обманным путем. А почему бы и нет? Вариант интересный. Как вы видите, наши герои привыкли полагаться только на свои силы. И пока они продолжают свой забег, мы расскажем о двух интересных событиях, произошедших в мире железного спорта. Первое громкое заявление Сергея Бадюка, вызвавшее вокруг себя много споров. Сразу предупреждаю, на вопросы о кроссфите не отвечаю. Хотите угробить свое сердце, идите занимайтесь кроссфитом. За вопросы о кроссфите сразу бан. Сделали коммерческий продукт, но никто не подумал о том, что при аэробной нагрузке, если давать силовую, закисляется миокард. А если миокард закислился, то все, ребят, привет. Действительно, несмотря на миллионы фанатов по всему миру, у кроссфита есть свои подводные камни, среди которых высокий уровень травматизма. Травматика суставов. Потому что, если человек приходит неподготовленный, и ему дают штангу, например, то, естественно, это будет осевая нагрузка на позвоночник. Мы можем действительно испортить ему позвоночник, мы испортим ему суставы. Ну, не мы, а вообще. Да, такое возможно. Но, опять же, этого не будет, если будет грамотный тренер, который ему не даст штангу энное время, который подготовит ему организм к тому, чтобы работать со штангой. Такого теоретически практически невозможно. Да и давайте по-честному. А в каком виде спорта травм нет? Впрочем, нас сейчас интересует не сколько этот вопрос, сколько конкретно проблемы с сердцем, о которых говорит Сергей Бадюк. Закисление миокарда, так называемый дефект диастолы, это пришло из-за многочисленных видео на ютубе, когда показывали 2-3 минуты тренировки по кроссфит, когда люди делали одно движение, приседания, допустим, со своим весом, тут резко они бежали, брали штангу, и потом после тренировки они потные, мокрые, валялись, задыхаясь. После этого пошел миф о том, что закисляется миокард, отмирает миокардиоциты, ну и, соответственно, становится утолщение стенок миокарда, спортивное сердце вредно и впоследствии как инфаркт миокарда. На самом деле закисление миокарда, оно образуется только после пульса, ну, грубо говоря, 185 и выше. Тогда действительно начинает закисляться миокард. Ну, ребят, попробуйте хотя бы раз разогнать свое сердце до 100, ну, хотя бы до 180 ударов, и на эти 180 удары целую минуту, хотя бы минуту что-нибудь поделайте. Но это нереально, просто вы сами выключите, сами, типа, бросьте или штангу, или спрыгните, не знаю, с турника, или перестанете отжиматься. Но это нереально. Все, кто говорит, что они там на 200 ударах в минуту пытаются какие-то движения делать, или работают, или там бегут, там, это бред. Сердце убивает несчастную любовь и курение, а не кроссфит. Наш следующий герой – Александр Щукин. К кроссфиту, кстати, относятся с большим уважением. Если с головой подходить, на самом деле, и выполнять все в правильной технике, да, я думаю, ничего плохого точно нет. Это хорошая штука, кроссфит. Там не обязательно использовать форм-поддержку какую-то, да, и там реально можно прийти любому и добиться каких-то хороших, в принципе, результатов. Но сегодня мы поговорим с маэстро Боли не о кроссфите, а о предстоящем осеннем сезоне, на который у нашего героя наполеоновские планы. В косеннем сезонах хочу хорошенько набрать, и, в принципе, уже есть какая-то положительная динамика, несмотря на то, что начал подготовку. Те, кто в теме, понимают, о чем я говорю. Начал подготовку где-то недели две назад. Голени прибавил сантиметра уже полтора, то есть у меня отстающая мощная группа, я прекрасно знаю, какие это спина, бицепс бедра и голень, да. К этому косеннему сезону я дам просраться, что называется. Очень хотелось бы получить прокарту, конечно, во сне. Вот. Если получаю ее, да, надеюсь, да, я там булил. То я сезон, может быть, весенний пропущу. Вот. А если нет, опять на весну буду выходить, бороться, бороться. Первый важный шаг к чемпионству Александр уже сделал, проведя в середине мая операцию по удалению гинекомастии. Я ждал ее очень долго, когда к нормальному специалисту попаду. Появилось окошечко, я тут же приехал на машине сам, да, проопереживался и сам же на машине после операции уехал. На самом деле, ребят, если надумаете это делать, не садитесь вот за руль, это моя большая ошибка. На сегодняшней тренировке Александр решил поработать над отстающей мышечной группой – спиной. Но тренировка вдруг пошла не по тому сценарию, что изначально планировал маэстро Боле. И виной тому чемпион Кубка Санкт-Петербурга Евгений Горохов, который предложил Александру кардинально изменить подход к тренировке спины. А то плечи втыкаются. У меня самый кайф – зависать. Мышечную боль ловит. Какой проблем? Цель – мы пытаемся опустить Саню спину вот отсюда, чтобы она начиналась. У него здесь много, а вот здесь и в стойках чуть бы ее туда. Наверните эти лопухи и сзади, чтобы она пониже начиналась. Я думаю, мы кофе не успеем это сделать. Не руками. Да я руки не чувствую. Вот отсюда, да и будет, будет. Вот здесь Саня вот так вот пойдет. Ну, пока. Что, первая тренировка? Да. Вот максимальное растяжение еда. И тащи вот этих. Вот, Саня. Вот туда уж ходит. О, таз не поднимай. О, пошло сейчас. Да, да, да. Пойдет, смотри. О. Санек, не смотри, это только первая часть этого комплекса. Еще будет на второе. Саня, а сейчас встаешь в стойку и стоишь с гантелями. Широчайшего уложишь зеркаль. Вниз даете лицо? Да мается лопухи. То есть вот так заваливать или вот так? Нет, нет, как ты в стойке, чисто стоишь, как ты в стойке. Вот чисто в стойку встань и терпи ее. Пока Александр осваивает новые упражнения, нам пора вернуться к нашему забегу, где нелегкую борьбу за победу ведут чемпион Питера по арму Александр Фадеев и финалист России по бозибилдингу Ильдар Кабиров. Пройдя больше половины дистанции, наши герои заметно устали. Но именно сейчас для них начинается настоящая борьба за лидерство. Как говорят в билдинге, кто первый перестал позировать, тот и проиграл. То же самое и в армии. Проиграет тот, кто первый расслабится хоть на полсекунды. Осталось там буквально 300 метров. Как ощущения? Ощущения прекрасные просто. Я как будто помолодел лет на 5. Нормально. Вот конец начал уже чуть-чуть подседать. Александр, 17,55 секунд. Александр, как ощущения? Тяжело. А мог бы быстрее? Я просто давно не бегал на время. Боялся неправильно рассчитать силы. Почти так и получилось. Последние 500 метров через немогу бежал. Как бежал из кроссовков? Очень удобно. Ноги в этом плане, горем даже не затекло вообще. Причем именно в этих у меня уже тоже кроссовки. Тех больновато ногам, не знаю почему, кстати. Здесь они вроде и не разношены. Первый раз надел. Хорошо пробежалась. Как мы видим, Ильдар до финиша еще не добрался. А значит, мы можем поздравить Александра с заслуженной победой. Сегодня Ильдар уступил своему сопернику почти 10 минут. Но сам факт, что с весом 125 килограммов он без раздумий согласился на это испытание, говорит о его бойцовском характере. Хотя некоторые из наших экспертов поспешили осудить поступок Ильдара. Завтра спросите у него ощущения. Я думаю, будет более актуально узнать ощущения его завтра. Ильдар очень хорошо выглядит по нашим меркам. Я бы сказал, бегом и сейчас жизненно необходим. У него есть свои причины. Но это так. Дружеский подкол. А что сам Ильдар думает о своем выступлении? Ну, чуть-чуть мог бы, наверное, побыстрее. Ну, нет, я выбрал темп, который был для меня комфортным. Как кроссовочки? Удобно бежал? Вообще нормально, да. Не ощущался. На ногах ничего тяжелого. Сезон прошел. Я считаю, что очень хороший сезон, очень успешный сезон. Как ты сам его оцениваешь и какие планы у тебя на будущее? Ну, я думаю, что это, наверное, один из лучших. Точнее, лучший. Потому что форма была у меня, ну, самая лучшая, наверное, то, что было за всю мою карьеру. Конечно, было немножко обидно проиграть на России, имея возможность выиграть. Вот. Ну, значит, так должно было быть. Конечно, главное то, что я выиграл Питер второй раз в этой категории. Это было для меня очень приятно. И соперник тебе был тоже неплохой. Ну, конечно, я очень боялся. Если честно, после завершивания всю ночь не спал. Как бы понимал, что он тоже очень крутой. И, ну, конечно, я боялся. Вот. Ну, когда объявили места, я, конечно, был в полном счастья. Побеждают в этой категории. Среди даток 16 паров. Насколько понимаю, мы тебя увидим уже осенью. Да, я собираюсь готовиться на осенний сезон. Вот. Планируем с тренером на чемпионат мира сделать пиковую форму. Но вот наше испытание закончилось. Уверенную победу в нем одержал чемпион Питера по арму Александр Фадей. Какие же выводы можно сделать по завершению этого интересного забега? Ну, во-первых, кроссовки с оконья с честью прошли нелегкое испытание. Выдержав не только тяжелую поступь наших внушительных героев, но и продемонстрировав все свои преимущества перед обычными кроссовками. А вот можно ли после этого забега сказать, что бодибилдеры априори проиграют любому атлету в этой дисциплине? Вряд ли. Рукоборецы кто? Пауэрлифер? Не, не, самая бодибилдер-тяжеловес. Ребят, здесь сложно играть. Все зависит опять же от уровня подавки. Подожди, стоп. Твой ответ такой, рукоборец выиграет. Два тяжеловеса, рукоборец и бодибилдер. Кто выиграет? Почтение, я не могу. Я, ты же просил честно. Единственное, с чем вышел прокол у автора нашей программы, так это в его затее с кроссовками. Давно они потом, после съемок, мне достанутся. А что кроссовки-то? Забирайте. Ну, забирай. Что поделаешь? Раз понравились. Кроссовки-то можно оставить? Понравились? Да. Ну, оставляй тогда. Сюда. Буду тебя в два раза чаще принять. На эти кроссовки мы тоже попали. Байли. Хотя надо ли расстраиваться? Может, просто стоит организовать еще один забег, более глобальный и сложный. Уверена, что в следующий раз героев будет побольше. И борьба поострее. Нет, десяточку я, наверное, бы не согласился сейчас, потому что нужно готовиться. Но 3-5 километров я сколько она пролегу. На этой интригующей ноте мы и заканчиваем этот выпуск новостей. Заканчиваем, как и обещали, небольшой зарисовкой от наших крымских товарищей с предупреждением. Помните, сегодня тренировка. И на нее опаздывать нельзя. Вау! Не-не-не, Патрик. На тренировку опаздывать нельзя. Да-да-да, ты был прав, Андрея. На тренировку опаздывать нельзя. Да-да-да! Да-да-да! Да-да-да!